Слава Украине! Привет всем от Полонского и кота, который кошка. Итак, да, на Кипре перестали работать последние карточки, которые обслуживали так называемую Россию и ее так называемых граждан. Имеется в виду карточки китайской компании UnionPay, которые они пользовались взамен карточек Visa и MasterCard. Все это время, когда Visa и MasterCard из России ушли вследствие антипутинских санкций. Также попал под ограничение кипрских властей Газпромбанк, единственный из крупных российских банков, которые еще не влетели под санкции и который оставался свободен для оплаты в евро. Ну да, там можно платить в евро и, как говорится, такое дело. Также появились проблемы при снятии гражданами Российской Федерации денежек при помощи местной кипрской платежной системы JCC, которую используют активно на Кипре и которую за неимением других карт использовали те же самые россияне. Но вот видите, она тоже перестает работать, то есть, ну теперь у них остается только одна возможность, я так понимаю, снимать каким-то образом наличное из банка, не знаю, насколько это там возможно, и расплачиваться только наличными. Но по наличным мы знаем, что существуют довольно жесткие лимиты там по покупке, например, автомобильные в некоторых странах не купишь за наличное и так далее. То есть, есть серьезные ограничения. Хотя жить, в принципе, с наличными вполне себе ничего себе можно, да. Интересно, что кипрское правительство при всем при этом заявило, что оно тут не при делах, оно таких распоряжений не давало. Это все дела поставщика платежных услуг, на которого они влияния не имеют и который сам единолично оценивает те риски, которые рухнут на него в случае, если он вдруг начнет противоречить большим международным поставщикам платежных услуг. Причем, вот эти вот риски в отношении граждан Российской Федерации полностью касаются также граждан Беларуси. Ну, я не знаю, насколько это справедливо, честно говоря, по беларусам, потому что беларусы, смотрите, очень многие сбежали с Беларуси в 2020 году. Вот, когда были антилукашенковские вот эти выступления, когда Лукашенко украл выборы и все такое. И сейчас взять их, грохнуть им эти карточки, ну, я не знаю, честно говоря. Обвернуться домой они не могут, потому что их сразу посадят, там очень жестко. Паспорта им не продлевают, эти беларусские консульства, значит, ей возвращайся домой, дома тебя сразу арестуют, потому что ты принимал участие в 2020 году в этих протестах. Очень много беларусов, кстати, воюют в Украине, а их родственники находятся на том же Кипре и так далее, и так далее. Поэтому здесь надо как-то вот, что касается беларусов, надо, мне кажется, надо как-то по-другому подходить. Ну, просто в силу тысячи одного обстоятельств, или как-то с беларусами, мне кажется, нужно делать индивидуально, потому что получается нехорошо. Это мое личное мнение, как-то вот надо, тут надо думать. Вот, ну, а в общем и целом закрывается еще одна лавочка, и те из россиян, которые в свое время сидели дома и говорили, что мы вне политики, ну, вот. Вы сами видите, куда вы докатились.